И всем привет, уважаемые зрители, с вами Ингвар, и добро пожаловать на очередное видео, и добро пожаловать в рубрику Трансфобзоры, где мы рассматриваем различных трансформеров, и конечно же, добро пожаловать в рубрику Трансфобзоры Сравнение, очередные сравнения у нас. Сегодня мы сравним уже маленьких трансформеров серии Legends, класс, либо Legend класс, иначе можно назвать, можно и так, и так. Итак, это у нас очень распространенный герой, очень узнаваемый, часто встречающий, не буду тянуть, Optimus Prime мы сегодня будем сравнивать. А именно, вот такого Optimus Prime мы сравним, и конечно же сравним вот такого Optimus Prime. Почему мы не будем сравнивать Optimus Prime, например, по второму фильму? Он как бы мог тоже здесь в целом-то присутствовать, и было бы три Prime, но почему его здесь нет? Потому что что один, что другой трансформируется в один и тот же грузовик, скажем так, да? А тот отличается конкретно, и поэтому я не стал его сюда добавлять. Мы, конечно, выясним, какой же из них лучше, какой из них красивее, какой из них круче, в виде робота, в виде, конечно же, транспорта, скажем так, грузового. Про трансформацию поговорим, и я думаю, не только. Теперь, какой относится к какой серии? Этот, как я помню, к серии Bumblebee, но сам, если честно, он выглядит по четвертому фильму, потому что там подобный Optimus был, в такой грузовичок он, конечно же, трансформировался, поэтому я буду считать, что он как бы и по фильму Bumblebee, скажем так, но он относится к этой серии, а так он сам по четвертому фильму. Теперь, если говорить про этого Optimus, то вроде бы на картонке, я не ошибаюсь, вроде бы никакой даже серии не имеется, просто написано Transformers Generations и так далее, как и обычно, да? А какой серии относится и так далее, вроде бы нету. Но, как я знаю, такой Optimus был в серии Revealed the Shield, и получается, это тот же самый Optimus из той серии, просто, возможно, где-то чем-то отличается, по цвету и так далее, и всё. Я его взял, даже не знаю почему, просто потому что, наверное, хотелось иметь его в необычном виде, то есть, в виде такого необычного грузовичка, потому что я привык, что он всегда в такой Peterbilt трансформируется, как в фильме, да? В первом, втором, третьем, да? А вот как в четвертом у меня такого не было, я хотел хоть в каком-то виде и решил такого попросить. Ну, а потом, конечно же, еще появился вот такой Optimus, и я как-то подумал, ну, надо тоже взять, потому что, вроде, тоже неплохо, хорошо выглядит. И теперь, как бы, я думаю, кого же, скажем так, продать, я уже, наверное, определился. Я его продам, потому что он как-то слегка не тот, тем более, хочу еще другого Optimus купить. Давайте теперь будем сравнивать цену, если еще говорить про цену. Даже не вспомню, сколько один стоил, сколько второй, но, вроде бы, не так-то и дешево, и дорого, то есть, средняя цена, может быть, это 9 евро, по скидке или без скидки, я уже не вспомню, может, 7, 8, 10, честно, не вспомню. Этот, как бы, не должен дорого быть, может, 8 евро, 7, тоже не вспомню. Мы, как заметили, по размерам они отличаются. Хоть это один тот же класс, то есть, если, опять же, вот так вот поставить, размер, конечно, ну, отличается, но, может быть, на полсантиметра ниже, это точно. Если сравнивать голову, то, конечно, у нас голова, но отличается. Тут у нас она по фильму, тут, получается, возможно, по какому-то мультику, она как будто G1-овская, что-то наподобие этого. А так, у нас лицо имеется, как бы, не знаю, что здесь, что здесь, все очень простенько нарисовано, как бы, шлем имеется, рот у нас тоже прикрыт, глаза вроде бы имеются, то есть, всего по чуть-чуть, и, как бы, я думаю, что там и там одинаково. Дальше, туловище у нас имеется, передняя часть, конечно же, нашего грузовичка, тут у нас просто имеется, скажем так, где стекла, где водитель сидит, дворники и так далее, тут у нас, получается, все видно, как и должно, скажем так, как у Дживановского Оптимус. Получается, у нас как бы это Дживановский, как будто это у нас уже конкретно по фильму. Вот такое у нас еще сравнение здесь, оказывается, проглядывается. Как бы, здесь все очень даже неплохо сделано, и претензий вроде бы нет. Здесь, как бы, да, передняя часть грузовичка видна, и потом, как бы, еще какие-то здесь фары вижу и так далее, то есть, у них что-то здесь получилось передать какую-то, скажем так, еще детализацию, но не особо вышло, и получается, у него туловище, ну, вроде и ничего, а вроде какое-то худенькое, и как бы, как будто это его скелет и так далее, а сами мышцы, железо и так далее не имеется. Возможно, вот в этом и есть маленький минус. Теперь руки, плечи и все прочее. Конечно, да, у нас остались здесь колеса, что здесь, что здесь, они все на месте, и нижние, которые на ногах, да, и на руках все остались на месте, потому что трансформация та же самая, почти все одинаково примерно шевелится, и итоговый результат у нас примерно такой же сам, поэтому все на своих местах осталось, но есть маленькие изменения. Плечи. Здесь у нас, конечно, отличается, здесь еще у нас имеются трубы, и у нас плечи конкретно выпирают по бокам, если честно, очень конкретно, и может быть даже похоже опять на Дживановского Оптимуса. Здесь у нас, конечно, другие плечи, в черном цвете какая-то детализация имеется, и все, то есть вроде неплохо, такие какие-то доспехи должны быть у Оптимуса из фильма, но они вот решили здесь так сделать, как бы, не знаю, это хорошо или плохо, но, наверное, и неплохо, с одной стороны. Кисти у нас что здесь, что здесь открыты, и как бы это тоже схожесть. Теперь если говорить про ноги. Конечно, здесь ноги у этого Оптимуса длинные достаточно, то есть у нас тоже детализация имеется, стопа, конечно, что у одного, что у другого, но неплохо, здесь она вот такая, здесь она у нас вот такая, как бы, как и у Оптимуса по первому, второму, третьему фильму, пальцы видны и так далее, вроде неплохо, хорошо. Здесь, конечно, ноги коротенькие, они вроде бы и простенькие, но очень массивные. Здесь они длинные, худенькие, и как бы еще, тем более, у нас здесь проглядывается пустота, что, наверное, не очень хорошо. Могли бы сюда залить массу, чтобы не было вот этих всяких штучек видно, и все. Как бы, если кто-то захочет ремонтировать и возьмет все здесь, сделает, для этого оставлять, ну, не знаю, думаю, не очень хорошо. Здесь у нас, как бы, ну, тоже, оказывается, имеется, но, как бы, ладно, и там, и там сэкономили, ясненько, понятненько. Ну, и, как бы, если теперь рассматривать на заднюю часть, то у нас что? Как бы, что ноги у одного, что у другого такие же самые примерно, просто слегка отличаются и все. Колеса здесь больше, здесь меньше, только здесь колеса все вращаются, между прочим. Здесь, увы, не все, всего лишь четыре колеса, два, просто сделаны для красоты, скажем так. Потом, у нас, конечно же, передняя часть фуры имеется вот тут и тут, только где-то она выглядит получше, где-то, может, похуже, либо, возможно, все одинаково. Ну, а если говорить про голову, то, как бы, да, здесь у нас пустота имеется конкретно, как будто у нас оптимус без мозгов, как будто, как бы, грубо не звучало. Здесь все очень хорошо, но вот эта точечка, не знаю, должна быть, не должна, либо оружие какое-то вставить, либо просто решили так сделать, но, странно. Но, как бы, у нас пустота вот тут имеется и тут, с одной стороны, это может быть не очень, но тут у нас все будет прятаться, здесь у нас сделано, чтобы голова пряталась, и поэтому у нас имеется вот такая пустота. Как бы, да, не очень красиво, но для трансформации эта пустота здесь должна быть по лойке. Ну, и что ж, теперь, если говорить про устойчивость, если этого, скажем так, небрежно поставить, он стоит хорошо, взял, небрежно поставил, все нормально, да, вот, если вот уже вот так не очень, то есть здесь с ним мучиться не надо. Если говорить про этого оптимуса, то, как я выяснил, я вот хочу поставить, ой, он падает, как-то надо, ой, опять падает. То есть, с ним надо мучиться слегка, чтобы найти равновесие, и, наверное, это не очень хорошо, хотя, может быть, по внешности он даже очень четкий. Теперь, пожалуй, мы поговорим про артикуляции, голова убирается одинаково, руки вращаются то же самое, примерно, но у нас плечи еще здесь крутятся в 360 градусов, здесь такого не имеется, здесь, конечно, плюс. Если говорить про тулаща, у нас что здесь, что здесь, то же самое, двигается, только здесь, возможно, чуть-чуть по-другому, здесь по-другому, и все, но процесс тот же самый, ноги примерно так же артикулируются, двигаются и так далее. В целом, в виде робота, возможно, этот и неплох, возможно, этот достаточно крутой и классно, все супер, возможно, и этот выигрывает, вот, но, возможно, по, скажем так, артикуляции этот слегка выигрывает, хотя, можно, опять же, сказать, одинаково, потому что примерно и там, и там все имеется, только вот одно отличие и все. Поэтому одинаково, по красоте, возможно, она, опять же, на свой вкус. Теперь давайте я за кадром их трансформирую и сравним их в виде грузовичков. Что ж, я трансформировал и одного, и другого Оптимуса, и, как бы, впечатление от трансформации даже не знаю, и не вау, и не фу, и, как бы, просто она есть и хорошо. Это тут такого выделяющего чего-то как-то сверхъестественного, вау такого, я не видел, чтобы у маленького трансформера такая трансформация была, ничего сверхъестественного. Ну, да, прикольно, что туловище крутится в 30-60 градусов, возможно, это редкость, но, думаю, можно встретить, и, как бы, в этом я такого чего-то странного, как бы, чего-то такого нового я не вижу. Если, например, сразу сравнить размеры грузовичков, как бы, возможно, так сначала и непонятно, но, если сделать вот такую вещь, например, вот здесь одинаково поставить, то мы видим, что этот слегка длиннее, этот немножечко и выше, и, как бы, получается, класс у нас один и тот же, цена, возможно, где-то одинаково, может быть, этот дороже, этот дешевле, и значительно отличается, с одной стороны, может, не очень, может быть, я слегка придираюсь, но, если бы его сделали слегка больше, чуть-чуть, на полсантиметра, я думаю, ничем бы не отличалось, просто он был бы слегка, чуть-чуть увеличенным. Теперь, как бы, да, у нас, получается, этот похож на Дживановского, опять же, как я говорю, Оптимуса, возможно, слегка, может быть, кто скажет, да, далеко ему до Дживановского, но, возможно, что-то здесь это и имеется. Но, если говорить про этого Оптимуса, это чисто Оптимус из четвертого фильма, только не в белом таком цвете, в белом, в песочном, да, а вот в таком красном цвете, обычном, как бы, да, как мы привыкли видеть Оптимуса в таких цветах, но, как бы, даже не знаю, когда я его только заполучил, мне как-то он понравился, но сейчас смотрю, что он, ну, настолько малюсенький, что даже не знаю, этот, ну, тоже, как бы, может быть, не шедевральный, но в виде фуры я хотел бы иметь одного, потому что двоих иметь, честно, ну, слишком перебор, тем более, хочу еще другого купить, но тот, естественно, очень хорош. Я имею в виду о Оптимусе по Кингдам, это у нас Core Class, честно, очень достойный Оптимус, и в виде робота его, естественно, хотелось бы иметь. Ладно, это у нас маленькое отступление, теперь давайте, пожалуй, сравним в виде фуры, ну, да, если честно, очень отличается, все красиво, все хорошо, только это у нас, как бы, по такому поколению, это по такому, скажем так, фильму и так далее, но, вроде бы, и там, и там очень даже неплохо. Голова у нас спряталась, вроде бы, что там и там хорошо, только здесь слегка, она немножечко не до конца, что ли, прилегает, это вот чуть-чуть не очень хорошо, то есть, как бы, вроде бы, ты хорошо, как бы, закрепил, почему-то отчелкивается и отстает, это, наверное, не очень хорошо. Теперь, если говорить про боковую часть, ну, как бы здесь она потоньше, здесь у нас она потолще, и, как бы, там и там тоже, в целом-то, приемлемо, хорошо. Автобус, знак, он совпадает, что здесь и что здесь. Если говорить про вот эту часть, вроде бы, что у одного, что у другого и нормально. То есть, для прицепа места и здесь хватит, и здесь, но, скажем так, по-настоящему, возможно, выглядит на этом оптимусе, потому что, примерно, у настоящих фур столичка места имеется, здесь достаточно пустоты, хотя, возможно, и столько тоже будет достаточно. Но, опять же, я думаю, на свой вкус. Стопы у нас, что здесь, что здесь, торчат, только здесь, как бы, не похоже, что это стопы, а как будто относятся, скажем так, к задней части машины, и все. Здесь у нас пальцы видны, что не очень хорошо, ну, ладно, это у нас, скажем так, маленький трансформер, поэтому не все возможно спрятать. Ну, здесь, конечно, у нас все одинаково похоже, различные двери, зеркала имеются и так далее. Ну, и, как бы, если еще про вот эту часть говорить, да, здесь у нас, как бы, рук не видно, головы не видно, ног не видно, то есть здесь, если честно, робот спрятался очень даже достойно, то есть мы ничего здесь не видим. Если говорить про этого, головы не видим, рук не видим, но видим вот эти, скажем так, пустоты, наверное, не очень хорошо, но, ладно, если к этому не придирать, то можно представить, это у нас, скажем так, кузов имеется, да, там человек спит, работает и так далее, а это у нас какие-то трубы и так далее, то тогда, наверное, с другой стороны и хорошо. Но видны вот эти пальцы, и это не очень хорошо, то есть ноги у нас, с одной стороны, спрятались хорошо, А с другой стороны как-то и немножечко не до конца Ну это я думаю опять же на свой вкус Ну а низ у нас вот такой Тут как бы все нормально И чтобы подвести черту можем еще одно сравнение сделать Как они катаются Значит у нас этот Optimus вроде бы катается Ну нормально конечно да Из-за того что вот эти колеса не вращаются Возможно слегка как-то может и мешает это Если говорить про этого Optimus Тут как бы ну не знаю Может быть колеса тоже как бы вроде бы они все вращаются Но возможно где-то что-то чего-то цепляет Либо они не до конца просто прокручиваются Но как бы можно и тем играться и тем Но как бы не знаю Может быть когда все колеса вращаются наоборот лучше Но возможно и не всегда Что ж теперь давайте будем подытоживать Один Optimus и другой Optimus вроде бы Сами по себе неплохие То есть один чем-то круче другого и наоборот Чем-то отличается и так далее Но если в целом просто грубо говоря говорить Очень грубо жестко говорить Они похожи честно очень похожи Как и фура как робот Как и трансформация и так далее И просто лучше выбрать одного и все А второго если вы имеете продать То можно еще рассмотреть другой вариант Можно взять например как я вот хочу Optimus по серии Kingdom Core Class И например этих двоих тогда продать И иметь тогда всего лишь одного Потому что в виде робота правда он достойно вылит Да и тем более сейчас пушкой В виде грузовичка вроде бы тоже хорошо вылит И трансформация такая ну тоже неплохая И наверное похоже как у этих Но я пожалуй одного продам Буду иметь опять же два Optimus Но один просто у меня будет в виде грузовичка А другой будет в виде робота Конечно можно размышлять и так и так Но опять же у каждого свой вкус У каждого конечно же имеется свое мнение И в итоге получается как-то по другому Что ж надеюсь у меня сегодня получилось сравнить Одного и другого Optimus Надеюсь не затянул И пожалуй буду закан... Спасибо за просмотр Не забудьте подписаться на канал Нажмите обязательно на лайк Чтобы поддержать меня Также нажмите на колокольчик Чтобы не пропустить свежие видео Ну и конечно же увидимся в новых свежих видео В рубрике трансобзоры и в рубрике трансобзоры сравнения Где мы сравним к примеру таких трансформеров Все, всем спасибо, всем удачи и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok